Сведения о доходах, имуществе и других поступлениях за прошлый год. Всё это пензенские чиновники должны предоставить в рамках декларационной кампании 2022. Она стартовала 1 января, а уже 1 апреля завершился отчётный период у лиц, замещающих муниципальные должности и депутатов комитетов местного самоуправления. У государственных служащих, а также глав районных администраций и сельских поселений время ещё есть — до 30 апреля. При этом специалисты отмечают, что в большинстве категорий сдали уже 100% документов. Массив приёма документов очень большой. По завершении этой кампании мы где-то будем анализировать более 5000 документов. Конечно, объём очень такой большой. И, соответственно, все качественные моменты и достоверность мы будем проверять, анализировать. И по итогам, конечно, будут приниматься меры. Нарушения, которые встречаются в Пензенской области, связаны с введением предпринимательской деятельности, предоставлением неточных сведений о доходах, расходах и имуществе. Также под запретом у чиновников владения и использования иностранных финансовых инструментов. У нас в этом году вот этих нарушений не было выявлено. Но в прошлом году, в 2021 году, мы выявили два нарушения со стороны служащих. Они во время проверки, можно сказать, от этих активов избавились. Поэтому мера ответственности была применена, соответственно, замечание было объявлено. Мы взаимодействуем с правоохранительными органами, органами прокуратуры, анализируем сведения с интернет-ресурсов, средств массовой информации, рассматриваем жалобы заявлений граждан. При необходимости, как говорят в региональном управлении по профилактике коррупционных правонарушений, будет организована полномасштабная проверка. Редактор субтитров А.Семкин